Я представляю вам свои работы. Это иконы вышитые бисера в уникальной технике, которую я создавала сама несколько лет. В чём, я бы даже сказала, фишка этих работ? Во-первых, это вышивка бисера в прикрепку. Но не просто вышивка бисера в прикрепку, а вышивка бисера на проводке. С чего началось вообще, в принципе, это? С моего сотрудничества с целью. Нельзя не быть невдохновлённым работами древних мастеров. Те истоки, которые мы имеем, особенно творческие люди, в работе с иконами нельзя не обратиться к древним мастерам, которые всегда являются нашим вдохновением. И вот, смотря на создающиеся наборы, которые повторяют один другой, как правило, хотелось чего-то больше. Потому что всякая работа над иконой – это не просто работа, это молитва. Это молитва, которая льётся из души, из-за которой видна красота и внутренняя, и, соответственно, должна быть внешняя. Механический повтор работ, которые созданы по клеточкам. Ну, извините, для меня это малоинтересно. Если хочется убить время, пожалуйста. Если хочется вдохновиться, получить красоту и прикоснуться к нашим истокам, то тогда, пожалуйста, смотрите на наши работы. Началось маленький экскурс в сторону. Откуда вообще эта техника? Техника в прикрепке, я не назову её новой. Не я являюсь её ведомщицей, автором. Естественно, всё, что это было до нас и было уже давно. Но фишка наших наборов состоит в том, что они вышиты в качестве стабилизирующей нити. Идёт проволока. Что позволяет нам делать большой набор. Не по две, три, четыре, пять бисеринок. А вы можете набрать сразу огромное количество бисеринок и провести непрерывную нить. Висеринки будут ложиться у вас ровно, аккуратно. И, как я всегда говорю, даже если вы захотите испортить работу, вам надо будет, ну, очень постараться. Ну, очень постараться. Это будут уникальные работы. Потому что, если вы набираете на ниточку, естественно, где-то будет пробел, где-то загнётся, где-то неправильно ляжет. А проволочка, она упругая, жёсткая. Она будет лежать именно так, как вы её получите. Но если у вас будет испорченная работа, то лучше вообще не лезать. Значит, это не ваша. Скажите, это вот всё ваша работа, да? Да. Эти работы абсолютно авторские. Это работа по вдохновению. И, да? Да. Несмотря на то, что здесь чётко прослеживаются традиции, как, допустим, вот в этих работах. Казанская икона Божией Матери и Христос. Тем не менее, всё это, так сказать, всё это выдумка. Работа абсолютно каноничная. Источником для работ служили работы древних мастеров. Понятно, что очень сложно. Особенно в этом плане хочу, чтобы вы показали вот эту работу. Христос Спасителя, да? Это работа одна из последних. Здесь вы видите нимб, который вышит в полуобъёме. Вот да, для меня это очень интересно. Как это сделано? Это сделано на отдельной ткани. Вот эта вот вышивка нимба, она идёт на отдельной ткани водорастворимой. Сначала вышивается, потом аккуратно удаляется эта ткань, опускается в воду, ткань растворяется, а у вас в руке остаётся вот этот вот нимб, который вы потом аккуратно пришиваете в пружик вышитой вот этой вот работе. По краю, да? Или как лучше? Да, пришивается вот так вот по краю, и делается несколько зацепочек вот так вот. А вот сами венцы ручками вот так вот отгибаются. Таким образом. Проволочка. Формируется. Объём. Формируется. Объём. А пришивается всё леской, да? Пришивается, соответственно, леской. Почему леской? Потому что… Не видно ничего. Её не видно. Она крепкая, кручная. Она может прослужить вам века. То же самое, как эта проволочка. Проволочка идёт специальная здесь. Она не ржавеет, она не окисляется и сохраняет великолепную работу. А работы стирать нельзя после вышивки, да? Работы, конечно, не стираются. То есть нужно аккуратно, да? Тем более, что эта проволочка, она не сбит… Ну, так сказать, ну как вы её постираете? Вы её никак не постираете. Нет, я имею в виду основу ткань. Да, да. И ткань основа тоже не стирается. То есть аккуратно нужно работать, да? Ну, я себе сложно представляю, как это можно постирать. Вообще, что касается вышивающих, которые работают с иконами, уже даже начнём с того, что они приступали к работе, аккуратно вымок руки. Это было законно, это было правило. Руки должны быть чистые, душа должна быть чистая, светлые мысли должны быть. И должна быть молитва уже в процессе работы, молитва образу. Намоленная. Да. Пока вы вышиваете, это вот самое благословенное время. Вы успеваете рассказать все свои нужды, все свои проблемы, надежды, чаяния, молитвы. Все вложить в эту работу. Вот. Поэтому, конечно, и кроме того, в чем большой плюс наших работ? Рассказываю. Мы всегда оставляем место для сотворчества. Т.е. Объясняю. Вот. Ну. Ну. Допустим. Ну. Вот. Вышили вы какую-то работу. Ну. Вот. Допустим. Вышили вы Касперскую икону Божией Матери. Все сделали так, как вот здесь вот, как мы вам рассказали. Но что вам мешает после этого взять, допустим, к этим веточкам добавить какие-то, разбросать камешки, какие-то бусинки, какие-то жемчужинки, обогатить тот образ, который мы вам преподнесли. Я не решилась на это. Ага. А я бы решилась. Вот это и называется сотворчество. Если вы посмотрите на иконы древних мастеров, русских, особенно русских мастеров, хочу это подчеркнуть, обратите внимание, с какой смелостью они выкладывают камни. У них практически нет симметрии. И, тем не менее, работа смотрится гармонично. Очень гармонично. Поэтому, если вы по нему, у вас обнаружится несколько каких-то камней, которые вы уже не знаете, куда приложить, и вы дополните, украсите эту работу еще какими-то камнями, это будет вообще великолепно. То есть, это не вышивка по вот этим вот кубичкам и схемам, где вы шаг влево, шаг вправо, вы уже не можете ничего добавить и убавить. Здесь всегда есть возможность для творчества. У меня сложно сказать. Я смотрела на вашу вышитую работу и на мою. У меня все гуляет. У вас так все аккуратно, ряды такие. А у меня вот я не смогла выправить. Значит, в первую очередь, что вам необходимо? Читайте инструкцию для начала. В инструкции четко сказано, ткань должна быть натянута, как барабан. Как это сделать подрамник? Вы можете, конечно, квадратные пальцы запялить эту работу, а можете заказать подрамник. Ловите мужчину, пусть он вам сделает этот подрамник. Да. И в любой мастерской багет на это могут сделать? Да. Это очень просто. Но, когда вы на подрамник натягиваете работу, смотрите, чтобы вот поле для вышивки не заходило на планки-рамки. Чтобы смочь вышивать там, да? Да. Чтобы не было. Кроме того, дальше, когда работа эта ткань натянута, как барабан. Все. Самое время работы. Вы берете кусочек проволочки. Ну, допустим, вот такого размера. Завязываете на одном кончике узелок. Небольшой узелок. Один. Не надо там наворачивать никаких вот таких странностей. Вот. Берете дополнительную иголочку. Но я лично пользуюсь иголкой из-под швейной машины, вот этой вот, которой я в верхнем задыну. Она такая, знаете, хорошо протыкает ткань и оставляет достаточно маленькую дырочку. Я цыганскую игру убрала. Да. Можно. Вы сделаете прокол и в эту дырочку протаскиваете с изнаночной стороны на лицевую проволочку. Выращиваете эту проволочку и начинаете нанизывать на нее нужную бисеринку. Вы нанизали полностью вот так вот. Полностью. Вот в чем красота вообще всей этой вышивки, что вы не по 3-5 бисеринок там. Потом они гуляют, потом их закрепляете, потом надо вернуться и протянуть по новой, чтобы было ровненько. Вы все нанизали, выложили аккуратненько ручками, пальчиком подтянули вот так вот, чтобы бисер лежал плотненько друг к другу и протянули на изнаночную сторону. Лучше, если вы будете придерживать вот одной рукой ниточку, эту проволочку, чтобы она была все-таки натянута, а не гуляла и пришили. Пришили стежками там через сантиметр, через полсантиметра с леской. Второй рядок, который вы делаете, вы его сделали рядок, но пришиваете так, чтобы зацепить предыдущий ряд. тогда у вас рядок к рядку будет лежать плотно, ровно, аккуратно, как будто бы вы, я не знаю, как ковер. Ничего, не проволочка, чтобы она не скручивалась. Не тяните ее резко вниз. Плавными, аккуратными движениями. Это, это, ну, попробуйте, у вас получится. Особо я хочу рассказать вам сейчас. То есть, в принципе, вот тут вот все понятно. Пришивается сначала внешний, внешние вот эти вот, вышиваются линии, а потом внутри они заполняются. И тогда все будет лежать очень аккуратно. Понятно, да? Да. А вот эти вот узоры, они бусины? Сначала пришиваются бусинки, потом вокруг. Потом к нему подтягиваются вплотную бисерку. На низу. Самое главное, резко не дергать эту проволочку. Тогда она будет плавно входить и красиво лежать. Вот, видимо, я дергала резко. Да. А если ее дергать, то она скручивается и не очень хорошо получается. Потому что, в принципе, если честно, наука тут небольшая. В принципе, я, просто мне приходилось время делать очень большие иконы для церкви. Ее размеры он достигал где-то квадратный метр. Естественно, что мне хотелось, чтобы эта работа была аккуратная и чтобы все-таки быстрее. устала, тяжело. И вот как раз там родилась вот эта технология. Я все мучительно думала, ну как? Ну как облегчить себе жизнь и сделать красиво? Не за счет качества облегчить, а каким-то образом. Отсюда родилась вот эта бутыль, которая мне потом захотелось поделиться со всеми остальными. Наталька, расскажите, где можно найти вашу работу и как купить по интернету? Потому что многие хотят это все сделать и из Украины, и Белоруссии, и России. Ну, пожалуйста, у нас есть сайт. Так, изящное рукоделие .ru Там, по-моему, нет у вас. Укрнет. Немножко сломался сайт, и мы переделали там .ru. Поэтому сказать, что там у нас какие-то сложности, нас найти нет. То есть это можно? Арцарукодельница торгует нашими наборами в России. Ну, если есть какая-то фирма, которая торгует. Потом, ну, в России тоже есть фирмы, которые торгуют нашими наборами. Можно заказать непосредственно у нас, а можно заказать ту фирму, которая есть. То есть и на выставках вы бываете, да? На Формуле рукоделия. Приезжайте на Формуле. Можете поговорить. Я пока не могла. Я очень люблю мне жить. Это очень симпатериалы этой. Примент, я люблю. Я люблю, что это мечтается. Офот. Нет, и все. Эмменность меня, что мы сможем.